Закручиваем стопиксы Виша на сборочное приспособление или редуктор. Закручиваем винты для крепления. Закручиваем третий винт и вкручиваем третий винт. В данном случае перекручено только три винта, так как это сборочное приспособление. Ставим магнит на место. Закручиваем лопасти в стаканы до упора. Включенные до упора лопасти замеряем от ступицы до края лопасти. В нашем случае 925 миллионов. Лопасти разной длины необходимо подогнать их по длине до края лопасти. максимально длинной лопасти. Выкручивая короткую лопасть из стакана. Один оборот полтора миллиметра. хомуты, стяжные хомуты разворачиваем замками и в тыльную сторону лопасти. и затягиваем. Выводим каретку в состоянии минуса максимального. и устанавливаем лопасти во взлетный режим. Данная регулировка для авиационного винта без реверса. во взлетный режим. По краю лопасти это ориентировочно 5 градусов. Следовательно 85 градусов. Затягиваем нижние хомуты. Затягиваем нижние хомуты. и контрим винты. Удобнее будет если повернуть в плюс. При подобном регулировании лопасти становятся фактически лопасти. Для демонстрации системы управления мы установили пропеллер на наш стенд. с мотором L15. Винт толкающий. Подключили блок управления и панель управления. Затягиваем винты хомутов. Для того чтобы законтрить мы подаем питание на ВИШ. И он станет в среднее положение для удобства. И так мы приступаем к предварительной настройке системы управления ВИШ. Включаем замок зажигания. Здесь он снова тестируется. Входим в меню настроек. Одновременным нажатием клавиш степ плюс степ минус. Подтверждаем вход клавишей N. Переводим параметр DRV в положение ON. Чтобы ВИШ отрабатывал введенные значения в реальном времени. Значения параметра меняются клавишами степ плюс степ минус. Сохранить кнопкой N. Переходим к следующему параметру нажатием кнопок минимум или максимум. Параметр FNG. Этот параметр должен быть равен физическому диапазону ступицы. Если ступица на 50 градусов, то вставляем как есть. Если на 20, то необходимо изменить на 20 градусов. Следующий параметр UPST. Этим параметром задается положение лопасти, в которое она приходит при нажатии кнопки MAX. К примеру, для авиационного применения мы можем поставить сюда 18 градусов. Пусть будет это крейзерский режим. И запоминаем кнопку N. Следующий параметр. ДНСТ. Этим параметром задается положение лопастей, в которое они приходят при нажатии кнопки MIN. Например, сюда можно выставить взлетный режим. Индикация положения лопасти в режиме настроек осуществляется от заднего упора, от минимального значения диапазона ступицы. И мы ставим, например, 2 градуса для взлетного режима. Запоминаем кнопку N. Следующий параметр SETP. Этим параметром задаем положение лопастей, в которое они приходят при нажатии кнопки N в пользовательском режиме. Можем, например, поставить 15 градусов и запоминаем нажатием кнопки N. Следующие параметры. Это параметры задержки и опережения. Они будут описаны в руководстве по эксплуатации. Также параметры базового тока и тока тестирования. Также будут описаны в руководстве. В пользовательском режиме положение лопастей отсчитывается. Отсюда выходим из режима настроек в пользовательский режим. В пользовательском режиме положение лопастей отсчитывается от заданного нами положения N. То есть, если положение лопастей ближе к заднему упору, чем положение N, то оно будет отображаться как отрицательное. Если наоборот ближе к переднему упору, чем положение N, то будет отображаться как положительное. TOMibr eğл. в ремки «Симо».